Всем привет! И в этом видео я для вас подготовил просто невероятную, лучшую подборку новых тем на ваш смартфон Xiaomi, чтобы вы смогли прокачать и сделать еще круче. Что ж, приступаем к делу, не теряя ни секунды. Настройки, темы, личный кабинет, темы. Эти три темы, я их скачал уже. Если вам они понравятся, вы можете найти в своем официальном магазине тем по названию. Это название вы вводите в поиски и вам выпадает эта тема, и вы ее сможете установить к себе на свой смартфон. Что ж, не теряя времени, приступаем к разбору. Первая тема называется Whiter Dark V11. Применяем ее. Она тоже меняет ваш смартфон до неузнаваемости, поэтому я думаю, она вам понравится. Итак, смотрите, насколько круто и читабельно выглядит наш рабочий стол. Ярлыки у нас небольшие, читабельный текст, ярлыки, в общем-то, приложения наших стандартные. Очень классно видно время, дата. Все четенько. Как у нас выглядит меню настроек? Видите, оно у нас даже так немножко крутится. Такая подвижная ярлычок настройки. И настройки у нас, в общем-то, стандартные, лишь изменены немножко ярлыки нашего функционала. Такая полоса прикольная, радужная. В общем-то, прикольные настройки, как у нас выглядит меню наших звонков. По-своему прикольно, как игрушечный стиль. Когда вы нажимаете ввод номера, соответственно, ввод уже по-новому смотрится. Прикольно, по-своему. Меню уведомлений. Классное. Сразу четко понятно, где какой функционал. Движущийся текст. Если наш функционал работает, он зелененьким цветом. Не работает, белым цветом. Все четко, просто и понятно. Как у нас тут самое интересное в этой теме меню блокировки. Смотрите, нажимаем. Вы можете сами даже ее немножечко настроить. Включаем меню блокировки. Вот такая анимационная тема. Это у нас время. Вы можете сами изменить. Здесь у нас есть... Ну, смотрите. Когда мы делаем свайп вправо, здесь у нас быстрый доступ к нашим приложениям. Приложения, в общем-то, не такие популярные. Но если они вам понравятся, нужны будут, то можете пользоваться. Здесь вот есть сразу у нас фонарик. Да, Mi Pay, диктофон, погода, время, компас. Ну, в общем, если это вам нужно. Потом, смотрите, настройки. Вы выбираете стиль вашего времени. Вы можете выбрать сами. Но мне понравился вот такой стиль. Вы можете выбрать, к примеру, вот такой стиль. Оп. Вам, пожалуйста. Вот такой вам стиль. Вот такой вот стиль. Мне очень понравился. Окей. Все. Прикольная темка. Советую ее пользоваться. Если она вам понравится. Очень простая. Глаза не устают. Вы смотрите, не напрягайтесь абсолютно никак. Что ж, давайте перейдем к нашей второй крутой теме, которую я подготовил. Я ее называю роботема. Опа, смотрите. Опа, Рено, Эйс, Гуандам В-11. Применяем эту темку. Сразу же, когда я искал крутые темы, я обратил на нее внимание. И сразу мне вспомнился фильм с Тони Старком «Железный человек». Я думаю, Марвел фильм очень популярный. Каждый о нем знает. Я думаю, все пацаны смотрели этот фильм. И, в общем-то, он не оставил нас равнодушными. Вот как выглядит наш рабочий стол. Просто как в стиле робот. Черный цвет, белый цвет, красный цвет. Здесь в преимуществе. Бело-красный цвет. Ну, бывает где-то, где никак золотистый цвет. Как у нас выглядит меню блокировки экрана. Вот такое вот. Ничего особенного. Минимализм. Все четко и по делу. Разблокируем. Меню наших уведомлений. Тут уже есть, присутствует какой-то индивидуальность этой темы. По-своему прикольные. Круглые ярлыки. Опять двигается текст. Можно пользоваться. Классная темка. Настройки. Меню настроек стандартное. Но при этом немножко изменены ярлыки нашего функционала. Видите? Ярлыки в одном цвете. Ну, есть. Тут попадаются и другие цвета. Но в целом большой процент. Здесь одноцветное. Здесь одноцветное. Красного цвета. Тоненьким шрифтом. Итак. Меню наших сообщений и вызовов. Ну, вызовы, в общем-то, стандартные. Наша клавиатура тоже прикольно смотрится. Поэтому имеет место быть. Классная тема. Роботема ее называю. Она мне понравилась. Поэтому, если она вам тоже понравилась, можете ее установить. Ну, а мы переходим к нашей третьей теме. Которая не менее круче, чем две предыдущие. Вот она. LED CARS V11. Устанавливаем ее. Ничего особенного в этой теме. Но обязательно найдутся люди, парни, которым она понравится. Особенно те ребята, которым интересны тачки. Смотрите. Рабочий стол. Прозрачная тема. Наши ярлыки полупрозрачные. В квадрате. С округленными краями, углами. Поэтому прикольно все читабельно смотрится. Наше меню уведомлений. Здесь уже индивидуально. Если наш функционал не работает, он окрашен круглый цвет с сиреневой окантовкой. Если включен, ну, соответственно, видите, зелененьким цветом. Меню нашего вызова. В синем цвете клавиатура с зеленым пятном в центре наших цифр. В общем-то. Ну, по-своему прикольно. Кому понравится, можете тоже ее пробовать. Меню нашей блокировки экрана. Минимализм, ничего особенного. Но, кто любит тачки, тем понравится. Настройки. Тоже стандартные настройки с измененными ярлыками нашего функционала. Ярлыки измененные. Все имеют свою индивидуальность. Имеют свой индивидуальный цвет. Вот такие, ребята, три темы я для вас подготовил. Я надеюсь, они вам понравились. Если это так, оставляйте лайки, подписывайтесь на канал. К тому же, напишите в комментариях, какая тема стоит у вас. Мне очень интересно знать. Если у вас есть крутые темы, можете ими поделиться. Спасибо всем за внимание. Всем успехов.